Ну, расскажите немножечко. А что хотели бы знать о батюшке? О батюшке. Что за человек был? Какой доброты? Какой веры? Откуда сам прибыл сюда? В первую очередь, батюшка был человек. Как говорят, с большой буквы. Хорошо. Высокой души, несравненной души. Необыкновенной любви к Богу, в первую очередь. А если батюшка любил Бога, значит, он любил человека, любого человека. Но батюшка не допускал свидозволенности. У него такого не было, что вот и так хорошо, и так хорошо. Он говорил, так-то у нас церкви не было. Раньше-то так не жили. Батюшка к чем? Вот он прославился как чудотворение. А какие чудотворения? Люди, кто общались с батюшкой, очень многие, кто отпадали от церкви, не верили в Бога, приходили ко Христу. Вот это было его главное предназначение, батюшкино. И переставали быть внешними христианами. Потому что, ну, сейчас, мне кажется, многим понятно, что очень многие говорят о Боге. Много слов говорят, правильно, пересказывают, цитируют. А в жизни ведут себя они как христиане. Вот батюшку больше всего беспокоило вот в нашей церкви современной, вот в которую пришли, вот мы все из мира. Вот это наличие мирского светского духа. Когда слова говорят правильные, а живут они как христиане. Однажды он сказал очень удивительную вещь, казалось бы, даже, знаете, такую немыслимую. Вот если бы современных христиан спрятать на время, как они сейчас вот есть, как они живут, то мир бы пришел ко Христу. Поняли смысл? Что вот если бы спрятать нас, христиан, которым мы живем недостойно, то Господь бы проповедовал. Это были страшные слова. И вот к нему приехал один архимандрит, задавал вопрос. Ему, батюшка, вот к вам приезжают много людей вот за эти годы ваши, пастырской жизни, к вам тысячи приезжали. Что вас больше всего беспокоит в людях? Сейчас этот архимандрит, он митрополит Псковский, Кипороховский, Тихо. А батюшка ему ответил, собачку просто убрать, попросить уйти ее. А батюшка ему ответил, а вот неверие, в ком спросил архимандрит, а вот неверие в верующих, в людях, которые внутри церкви, и в мирянах, и в священниках. То есть смысл его проповед был такой, чтобы мы стали христианами по сути, и чтобы жили по Евангелию. И вот когда к батюшке приходили люди, говорили, что вот, батюшка, у меня нет духовника, вот я там хотела к отцу Дмитрию Смирнову в чадо, к отцу Артемия Владимира, он меня не взял, там еще кому-то. А батюшка говорит, вы знаете, а мне, говорит, за Господа даже обидно. Вы все ищете только духовников. А у нас есть Евангелие, а по Евангелию вы не живете. И когда, вот даже был один романах, вот батюшка здесь сейчас приезжал, он с фалаомом говорит, батюшка, у меня нет духовника такого, который мы читаем в книгах, в учениях, да, чтобы можно было верить в свою душу и верить каждому слову. У меня нет такого духовника. А батюшка, подожди, говорит, прошел во внутрь келью, вынес Евангелие, говорит, вот тебе духовник. Если будешь жить по Евангелию, то и душа твоя спасется. И вот самое, вот что такое доброта, да, что такое доброта? Как ее объяснить? Это же не вот, утью-тью-тью-тью, хорошенький ты мой, а было бы заяц в головку поцеловать и пойти. А вот батюшка, например, сидит в келе, вот его домик, да, вечер поздний где-то, уже мы помолились, уже ко сну готовились, вдруг батюшка подхватилась, ну, вы знаете маслица его, которым он исцелял. Говорит, бери маслица, бежим. Взял маслица. Взяли ему маслица, побежали за угол, вот здесь, по этой улице, в дом, который там сосед. Криков ничего не было слышно. Подбегаем, там муж напился, иду с состоянием, просто уже безрассудства, с топором бегать за супругом. Батюшка к нему, Колюшка, 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 маслом помазал, успокоил. Как батюшка это услышал? Как это батюшка увидел? Духом увидел, вот все. На утро Колюшка проспался, супруга приходит, его приводит, пихает с кулачками. В келюк, батюшка, иди, окаянный, кайся, проси прощения. Он стоит, голову понорил, он бесши был, бес, бес, вселился, мотал человека. Проси прощения у батюшки. Он голову понорил, по виду видно, что он раскаивается, вот видно по лицу было, по всему. А батюшка говорит, ну что ж, у вас муж такой хороший, такой хороший, вот ему чуть-чуть подправится, он чуть-чуть вот перестанет глонуть, вы его слушаетесь. Жена, да, убоится своего мужа. Потом спрашивают, какие же вот еще батюшка давал наставления, и все ждут, что батюшка скажет, там, не берите паспорта. Да нет. У него первая заповедь батюшка говорил, чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе, да долголетен будешь на земле. Мне говорят, ну понятно, понятно, что значит понятно. Мы соблюдаем эту заповедь? Ну и что мы всегда? Вот Русь раньше стояла послушанием детей, родителям. Вот нас сейчас, нас сейчас, нас сейчас корят, что вот русские такие, русские сякие, вот мусульмане держат свои традиции, а у нас просто выкосили все, священство, крестьянство, казачество. Разве у нас не были такие традиции, что сказал отец, дед, что выполняли? У нас это было, но нас просто продергали, знаете, как вот грядка, да, вот кумба, на ней растут цветы, все, повыпало ли, остались какие-то росточки. И вот эта батюшка, вот эту вот трусь глубинную, он ее составлял поверить в себя и вспомнить, как мы жили. Понимаете, как вот приезжает ребенок с матерью, он поклонись мамушке, ну мальчишка стоит, возраст подростковый такой, да, переходный, нос вверх, весь такой вот гордый, вид у него такой, гордый, мамочке поклонись, обнимай мамочку, поцелуй. Он сначала, ну как это он будет, мальчишку еще при всех, мамочку целовать, обнимать, давай, давай, перекрестит его. Он перекрестит, подает маму обнимать, а теперь попроси у него прощения. А уходили они уже, совершенно соединенная семья. Как это можно назвать проповедь? Как эту проповедь можно назвать батюшкину? Делом. Приезжает сектант, да, приезжает сектант, жена стоит, ругает в очереди, она муж-баптист. У нее какое-то в руках зеленое пальто. Она что-то ему трясет перед носом этим пальто. И ругает, ругает, вот сейчас батюшка тебе даст, вот сейчас батюшка выйдет, вот тебе вообще... Она при всех его унижала, обзывала, ну супруга. Мы стояли, ну стыдно, просто стыдно. Выходит батюшка, отходит в очередь, батюшка, вот я к тебе его привезла, то есть ты давай тут выпари, прилет дай. Батюшка говорит, ой, какой муж ты хороший, а вы-то ему кто будете? Ну кто? Я жена. Не думаю, говорит батюшка. Жена-то любит мужа. Вы любите ли своего супруга? Она, знаете, вот из такой позы воинственной, праведницы, которая вообще живет правильно, она спаслась, она как-то припустила голову. Батюшка говорит, а вы как? Вы в Бога веруете? Крестик носите? Ну протесты. Баптисты кресты не носят. Ну батюшка, я крещённый в детстве. Я сейчас вам крестик принесу. Батюшка, в кель ему, у нас всегда там висело, на гвоздичке, во внутренней двери, уже на ленточках крестики. Крестик ему даёт. Батюшка, знаете, так как ангел, так вот летит, летит. Сынок, ты же крещённый, вот тебе крестик, ну-ка поцелуй крестик, значит, это он крестилует, дай-ка я твой крестик поцелую, вот и хорошо. А вам как с мужем-то повезло, вам-то с мужем как повезло, он вас не бьёт. Он, а ведь знаете, некоторые мужи обьёт, а вас-то муж не бьёт. И вы знаете, вот за эти минуты, вот эта семья, она, во-первых, соединилась. Во-первых, баптист без проповеди, без того, как его пилой, это сектант, это такой-сякой, он вернулся в лунную церкви, а потом батюшка берёт это пальто, это вы мне принесли. Ну, она так немножко опешила, она не хотела от него в подарок принимать это пальто, это баптист. Вот такие ситуации у батюшки, у калитки были. Ну, это же проповедь христианства. Батюшка берёт это пальто, надевает его на себя, ну, сверху накидывает, осветил. Потом говорит, можно, у супруга спрашивает, можно я вашей супруге от вас подарю ваше замечательное пальтишко такого чудесного цвета. Она приняла это пальто, царица просто савская, она, значит, всё поправила, стоит. И обратно они пошли за руку. Вы знаете, никаких, это не просто навучение, это каждый раз, вот, и о батюшке можно сказать одно, что батюшка тяготился этим миром. Очень. Вот, он сюда приехал в 58-м году, на Псковщину, я имею в виду, приехал из Прибалтики. Он очень хотел остаться в известной, неизвестности. Он в Прибалтике служил, храм тоже Никольский, это село Геброз, это там пустынка была. От автобусной остановки до этого храма 7 километров была. И вряд ли кто бы пришёл и так теребил. Он прятался от этого мира. Понимаете, это уединённая душа молитвы. Вот как раньше молитвы, он пустынник был. Хоть он окружён народом был, вот таким, вот нами всеми, да, он был настоящим пустынником. Мама очень захотела вернуться в Россию. После ссылки батюшка пробовал там один с общей сложности лет в лагерях. Вот вернул в Россию, возвращаться им только было за 101 километр. А мама очень хотела в Россию вернуться из Литвы. Они в Литве жили. И мама постоянно здесь освободилась с места, на острове, тогда назывался Залит, остановилась место священничка. Ну и батюшка переехала. Говорят, что это сказал Семён Псково-Печерский. Талапск, талапск, талапск. Батюшка был очень дружен с преподобным Семёном Псково-Печерским. Они были друзья. У Семёна Псково-Печерского хранилась батюшкина схема, которую батюшка мне подарила. Она вот у нас как святыня, как чистая его схема батюшкина. Она была у преподобного Семёна Печерского. Но говорит, я приехала не по благословению батюшки Семёна по настоятельной просьбе за послушание мамушки. Хотя воли Божьей приехать сюда я не чувствовала. А мама сказала, хочу в Россию. И он за послушание к мамушке приехал. И когда упакался, он говорит, хочу лежать на ногах у мамушки. Вот мамина могилка. Так мы батюшку похоронили с большими трудами. Это удалось, потому что батюшку хотели после успения увезти правящий архиерий Евсей с Савин. Вот. И тут случилось просто очередное посмертное чудо батюшки. Батюшка упокоился, уже тело его в гробике в храме стоит. 25 августа 2002 года владыка архиерий приезжает, запрещает копать могилку. Это место батюшка сам выбрал и отметил камню. Вот там камень лежит. Этот камень поставил местным и говорил, миленький, вот это будет место моей могилки. Вот этот камень, он памятный. Вот его батюшка положил. Вот. А тут архиерий собирается увозить. Я говорю, Владыка, куда вы его повезете? Я не решила. Как так? Даже нехристи выполняют последнее слово усопшего. Как это вы увезете? Он хотел в ногах у мамушки. Никакого. Закрой рот. Только одно в ответ. Потом говорит, как решит патриарх? Так и будет. Я ему отвечаю, Владыки, и все. Вы его увезете? Откуда мы узнаем, как решил патриарх? И что? Как будет? В эту минуту на мой телефон раздается звонок. Я поднимаю трубку. Звонят из канцелярии патриархии. Понимаете, батюшка, чудотворец. И спрашивают, как у вас с погребением все как? Все очень плохо. А что такое? Говорю, батюшку хотят увозить. Как увозить? Говорю, запретили рыть могилу. А кто что будет делать? Владыка запретила рыть могилу. Все лопаты отложили. А как хотел старец? Спрашивает патриарх Алексей. Царство Бибельское. Говорю, ваше святейство, батюшка благословил похоронить его в ногах у мамушки. Так и делайте, как старец сказал. Патриарх Алексей царство ему небесное. Очень любил батюшку и всячески его оберегал как мог. Потом он попросил передать трубку Евсевию. Я передала трубку. Он ему сказал, чтобы выполнили волю старца. Владыка меня подозвала, говорит, благословляю, храните, где старец сказал. Когда стали продолжать рыть могилу, это чудо батюшки. в эту минуту, когда нам говорят, как скажет святейший, святейший оттуда звонит. И мы узнаем волю святейшего, который говорит, как старец благословил. Не как я благословлю, я-то как. Как старец благословил. Это его жизнь, его душа, его тело. Над ним никто не властен, ни архиерей, ни патриарх. А что это такое? Мы что, рабы? Как это? Вот батюшка, конечно, был истинный христианин евангельский, евангельской жизни, немногословный очень, очень любящий царскую семью. Вот здесь у нас на кресте, обратите внимание, встопавший Спаситель, вырезанный иконок Добрый Зависк, царская семья. Петер, царская семья вся здесь когда на выставке сделали крест северные умельцы распятие тоже так с семьей. Мы батюшке показали фотографию с этого креста могильного. Батюшка говорит, как бы я желала такой же. Я говорю, батюшка, благословите, мы сделаем. Ответ батюшке, а вам дадут с царской семьей. Мы с этим тоже столкнулись. Тоже с этим столкнулись. Эскиз этого креста благословил патриарх Алексей. Ему очень понравилось. Мы когда крест установили, причем установлен тоже его не просто. Его установили, поставили. Вот здесь в Голгофе камешки все от преподобного Серафима от источника и из Екатеринбурга от места царских мучений. Здесь вот в камешке. Мы крест поставили, появляются темные люди, неизвестно откуда говорят, вы уедете, мы все равно его или сожжем, или спилим. Ну вот видите, он стал темнеть, мы этот крест всегда пропитывали, пропитывали маслами натуральными. Вы же знаете русское зодчество. У нас спаситель в темнице, все фигуры деревянные веками хранятся, потому что народ знает как. И вот неизвестные люди покрыли агрессивным лаком. И крест перестал дышать, он под ним длинет, теперь нам его придется реставрировать, очень глубокую реставрацию креста. Вот мы сделали, батюшка лежит, царская семья в стопах, в стопах спасителя, выполнили его слово. Батюшка Серафима батюшка очень любил. Я однажды его спросила, батюшка, вы кого больше любите, хоть так нельзя спросить батюшку Серафима или Николая Угодника. И он говорит, хоть я крещен в честь Николая Угодника, но Серафим Саровский мне ближе. Батюшка Серафима у меня часто бывает, мы с ним вместе о России плачем. Мы с ним вместе о России плачем. И, конечно, ну, знаете, батюшка Серафим это народный старец. И отец Николай также народный старец. Он не протокольный, он не он настоящий, близкий к душе, страдающей душе народа. Вот, когда последнее время к нему насильно повезли вот эти огромные толпы, автобусы, то, что нельзя. Как это можно ехать целым автобусом, волю божьей узнавать. Один автобус 80 человек, другой автобус 90 человек, в день до 500-700 человек. А люди приезжают, они хотят ответ услышать, а здесь еще просто налодка. И вот здесь вот так вот все было усыпано людьми. Вот батюшка говорит, а что я могу сказать, как я могу, я же не могу с каждым побеседовать, я хоть пожалею их. И, конечно, батюшка молился и просил ангелохранителя каждого, кто приехал, чтобы Господь управил их жизнью по воле Божьей. Ангелохранителя приехавших, потому что физически всех он принять не мог. А практически вот маслица, которым он помазывал, батюшка его называл мое иерусалимское маслице, практически батюшка, он никогда не употреблял слово отчитка, отчитать, изгнать бесов. Он как бы соборовал и по воле Божьей Господь, если душа страдала от злых духов, она после батюшкиного еле помазания освобождалась. И там даже в углу, где была у него поленница, там в келье, внутренний дворик, когда батюшка помажет маслом, враг иногда выходил. Это было видно. И батюшка говорил, бегите, бегите туда в уголочек, сплюньте, сплюньте. Бесом вопить он запрещал. Только вот одна приезжала Надежда такая из сланцев, болящая такая. Он говорил, покричи, покричи. И тогда, а так он очень считал непозволительным, душевредным смотреть вот эти отчитки, то, что сейчас принято, присутствовать на них. потому что мы все знаем, что есть физическая инфекция. И вот когда много смотрят и говорят о темной силе, это тоже и духовная инфекция, можно заразиться. И очень батюшка не одобрял разговоры постоянные об Антихристе в последних временах. Он прям знает, так зачем все время об Антихристе говорить? Мы же Христа ждем. Надо Богу просить сил и помощи Божьей на выдержать испытания, когда придет этот враг рода человеческого. Вот так надо. А когда его спрашивали, какие продукты приготовить на последние времена, он сказал, на последние времена надо готовить не продукты, а молитву и добродетели. Вот что нужно копить на последние времена. Веру на последние времена нужно копить. Вот. Потом, конечно, то, что касается частных душей. Вот, например, все мы помним, недавно, 12 августа, была память подлодки Курск, затонувшей. Вот в ночь, когда эта подлодка затонула, батюшки позвонили в келью. Это был даже где-то, знаете, может, в треть, в два часа. Звонила игумене, у нее там на борту был брат родной. Мы не знали, что это произошло, это горе. И она спросила, спросите у батюшки, поднимут ли, спасут кого-нибудь. Батюшка сразу встал, перекрестился так и сказал, не поднимут никого. Все останутся там, моченики у Христа. там же было из, там 118 человек было, да, вот, экипаж, и треть была мусульмане. И он сказал, они, мученики у Христа все, спасли мир от атома. Поэтому можно сейчас рассуждать, что там, что там было. Мы знаем слово батюшки, они спасли мир от атома. И мученики у Христа все, даже те, кто мусульмане. Потому что батюшка сказал, что есть такое, в царской России было правило церковное, что те, кто служили в армии российской царской империи и погибали во время военных действий, они умывались кровью и получали огненное крещение во Христа. Вот это такие, но он батюшка никогда не навязывал, вот я прозрел, мне явилось, мне вот что-то так вот, вы знаете, вот сядьте, я вам расскажу, как вы сейчас иногда, знаете, периодически пересылают какие-то видеоролики, кассеты, сидит священник, хлюпает чай, попивает, у него булочки какие-то, говорит, вот я помню, явилась мне в первый раз Матерь Божия, подсыпьте сахарку, ну что, можно дальше слушать этого вещу нам? Нельзя, конечно нельзя, если человеку явилась Матерь Божия, он будет рассказывать хлюпая чай, откусывая плюшки, ну, вот и батюшка учил различать вот таких пастырей и лжепастырей, наемников, а у нас, к сожалению, очень многие идут за теми, кто рассказывает всякие небылицы, не такие вероятности.